Эксклюзив на радио Твоя Волна. Мухтар Хардаев. Любимое место в России. На самом деле, любимых мест у меня очень много. Россия наша огромная необъятная страна. И куда не поедешь, везде есть свои красоты, свои прелести. Поэтому какое-то одно место назвать трудно. Я люблю бывать на Кавказе, на родине у себя. Очень привлекают горы, этот прекрасный воздух, эти прекрасные люди. Но не меньше, я люблю и Москву. Уж 30 лет, как я здесь живу, она меня приняла когда-то. Она при мне практически построилась в своем новом виде. Поэтому я Москву тоже обожаю. Нет, конкретного места, конечно, выделить не могу. Выделю свой район, в котором я живу, где я счастлив, где мне все нравится. Я живу в ближайшем Подмосковье. Поэтому я люблю и Подмосковье, и Москву. Звездный прогноз. А дальше-то что? А дальше будет все хорошо. Я работаю сейчас над тем, чтобы в одиночку спасти нашу планету. Будет мирно, тепло, уютно. Думаю, все мы будем все-таки счастливы, потому что человек рожден для того, чтобы быть счастливым. Я очень надеюсь, что все так, в конце концов, и произойдет. Что разум возобладает. Все люди будут любить друг друга, слушать хорошие песни на радио «Твоя волна». И все будет хорошо, я вас уверяю. Вот такой вот прогноз я вам даю. Любимая застольная песня Ну, как сказать, застоль ли их песня, я много не знаю. Обычно, сидя за столом, я стараюсь спеть свои песни. Как правило, если я оказываюсь за каким-то столом, через какое-то время мне приходится петь. Друзей и денег не бывает много. Друзей могу я вам по пальцам посчитать и так далее. Пусть у вас будет и того, и другого побольше. Первая песня Вы знаете, такой вопрос удивительный. Первая песня Мухтара Хардаева. Мне кажется, как только я начал разговаривать, я уже пытался писать песни. И напевал всякие мелодии. Вот вы когда мне спрашивали о ярких воспоминаниях детства. Я вот, например, вспоминаю, как я своего бедного папу доставал и говорил. Я написал стихи, хочешь послушать? Он, ну давай, сынок. И я всякую билиберду ему. На тарабарском языке он все это мужественно выслушивал. Хотя он был мужик такой серьезный, строгий. Выслушивал меня. И вот это были, наверное, мои первые песни. А так гитару я не отпускал из рук с первого класса. И с ней прошел свой путь и школьный. Во всех пионерлагерях пел. Пионерские лагеря тогда существовали. И мы занимали первые места. Кстати, благодаря мне, если я выступал на какой-нибудь конкурсе. А потом Суворовское училище. Даже там я умудрился создать музыкальный коллектив. Когда генерал сказал, хуже тебя никто здесь не учится, и ты еще поешь. И я все-таки настоял, и ансамбль у нас состоялся. И в моей группе играл на бас-гитаре. Я научил товарища своего. Сегодня он герой России, космонавт. Роман Романенко. Он на орбите, кстати, даже пел мою песню. Поэтому вот тогда начинались писаться мои песни. Какая точная из них была первая написана мной, мне сейчас трудно сказать. Потому что в то время, видимо, запас был большой. И каждый день хотелось писать какие-то новые песни. Я не думал о том, что правильно ли я их пишу. Или все ли по правилам написания музыки. Просто писал и писал. Потом все это, конечно, стало принимать какие-то формы нормальные, профессиональные. Появились первые куплеты, припевы и так далее. Ну и вот по сей день мы пишем эти песни. Более-менее осознанно и песня написана у меня была, это все-таки было небо на земле. Это был 97-й год. Я помню, в тот год как раз у меня родился сын. И вот эта песня, я ее не писал. Даже так странно у меня получается. Или я быстро пишу песню, или вообще не пишу. Потому что я не затягиваю этот процесс. Я не люблю на второй, на третий день дописывать. Раз уж сел и поймал, как говорится, это птицу, эту волну, это вдохновение. Ее отпускать нельзя. Потому что уже на второй день, на другой день у меня могут быть совсем другое настроение, другое состояние. И сев за написание песни, я это делаю по возможности побыстрее. Минут за 15-20, а может за час надо уложиться. Пока есть такой запал. Так, что касается недооцененных песен. Вы знаете, вот я недавно посмотрел, сколько я вообще песен написал. Посмотрел, ну их порядка, может быть, 6-10, плюс-минус. Есть у меня ощущение, что где-то 58 песен недооцененных. Недооцененных, потому что они все мои как дети. Я их-то люблю все. Когда меня спрашивают, а какая ваша любимая песня? Я говорю, ну а как в семье бывает? Самый младший ребенок, самый любимый. Поэтому я люблю самую последнюю написанную свою песню. И пока не появится следующее. И очень мне трудно говорить, какая из них лучше, какая нет. Ну как детей отличить друг от друга? Сказать, кто-то лучше, кто-то хуже. Это уже людям судить. А я считаю, что каждая моя песня заслуживает какого-то внимания. В ней есть некая история. И вообще, послушав мои песни, вот можно понять, ну какие я чувства испытал в тот или иной момент в своей жизни. Примерно можно так, ну, такую картину составить. Поэтому надо, чтобы все мои песни просто дошли до слушателей, а они сделают выбор сами. Вообще, это слово райдер мне изначально не очень нравится. Даже человек, который особо ничего, может быть, не добился, не сделал, и тот требует райдера. Вы знаете, я очень непривередлив человек. Мне в жизни никаких излишеств не надо, они расслабляют. Поэтому райдер – это слово не для меня. Если будет стаканчик чая и печенюшка, я уже буду готов к любому концерту. Никаких нам излишеств не надо повторять. Поэтому я немножко по-другому отношусь к этому всему. Я знаю, какие у людей бывают требования, они выставляют их, и организаторы, схватившись за голову, начинают бегать и выполнять. А я не хочу. Я берегу и себя, и организатор, и тех, кто меня приглашает, стаканчая и печенюшку. Важнее музыкальный и технический райдер. Если он соблюдается, то да и спокойный концерт проходит. Ну, вот так примерно. Все-таки главное – музыку слушать, а не кушать. Любимое блюдо. Вот насчет еды вообще, конечно, эта история такая. Вот у меня, например, дома я могу из голода умереть, понимаете? Если мне никто не подаст и передо мной не поставит. У меня все время бывает скандал. Говорят, ну вот в холодильнике, вот же на плите только нажми, разогрей. Я говорю, нет, не буду. И вот я до вечера порой сижу, если дома никого нет, и прям сижу, и что? Ну, очень крепко я так. Все равно себе ничего не разогрей. Даже, мне кажется, я даже яичницу нормально сделать не могу. Да, и вообще есть я могу очень мало. Я ем для того, чтобы жить, а не живу для того, чтобы есть. У меня постоянно какой-то один вес, я его держу. Какая-то такая стабильность. Никогда я не был толстым, никогда я не был каким-то особо уходом. Поймал одну, в одной паре нахожусь все эти годы. А для меня чай и какой-нибудь бутерброд – это уже достаточно. Например, люди говорят, я ем мясо, я рыбу. А я то, что есть, то и съем. Я вчера был на одном мероприятии, и там такая черная икра передо мной оказалась. Я обалдел, думаю, вот же самый настоящий бутерброд. Можно даже без масла, можно даже без хлеба. Без хлеба, но вчера, увидев эту черную икру, я понял, что я люблю все-таки красную. Вот, и всем советую. Без хлеба, без масла, по возможности ложкой. Вот так вот. Не растолстеете точно, потому что хлеб нельзя. Эксклюзив. На радио «Твоя волна». Мухтар Хардаев. Первые деньги. Что касается денег, они то появляются, то исчезают. Я не знаю. Я приехал в Москву 30 лет назад. И тогда начиналась такая коммерция, 92-91 год, Москва. А все как-то начали внезапно богатеть, богатеть. Появились какие-то деньги у людей. Я тоже в это время оказался здесь. Днем у меня были какие-то деньги. Утром я просыпался совершенно нищим. Ищем. В обед я куда-то шел. Очень странная эта вещь, деньги. Они у меня никогда не задерживались. Я знал, что нет таких денег, которые могут меня, например, осчастливить. Потом я знал, что деньги – это огромная проблема. Если ты их заработал, теперь надо их думать, как их сохранить. А когда нету… Я всегда говорил, когда у тебя есть деньги, у тебя миллион проблем. А когда у тебя нету денег, у тебя одна проблема – где найти деньги. Поэтому у меня очень такое отношение к деньгам осторожное. Я прошел, и, как говорю, и хорошие времена у меня были, и очень смутные, и очень голодные времена были. Поэтому я благодарю Бога за каждый прожитый день, за все те, что он мне показал. Я видел, как людей деньги даже погубили. Это, к сожалению, такое бывает. Для денег нужна еще голова, понимаете, чтобы правильно их или потратить, или перераспределить как-то. И первые деньги я помню, я даже помню свое первое выступление, когда мне заплатили деньги, как бы официально. Так-то 500 долларов я заработал, это было давно. Я когда взял в руки эти деньги, я понял, что это именно за то, что я спел, короче. Вот такие деньги. Это были, да, мои песни, мои песни, которые только я написал и попробовал. Меня пригласили, как сейчас помню, в Петербург даже, не в Москве. Я приехал в Петербург на какое-то мероприятие. Я спел три-четыре-пять песен, не помню сейчас. Ну, получил денежки и понял, что это именно гонорар, а не просто там какой-то, извините, подогрев. Нет, это был гонорар. Я честно отупел, честно получил деньги. И вот так пошло дальше. Семейный бюджет. Вы знаете, кажется, что мужчина управляет бюджетом, а на самом деле все не так. Все равно деньги попадают в руки женщины. Да, каким-то удивительным образом попадают в руки этой женщины. Но сейчас мне легче. Я даю карточку и хотя бы вижу, когда сообщения-то мне приходят. И мне хотя бы становится понятно. Иногда мне начинает это нервировать, когда сообщения часто приходят. А потом, ну, короче, надо все время на карточке иметь деньги, если хотите иметь небольшой контроль. А сообщения, чтобы было привязано к вам. И тогда будете уже думать, куда они уходят, когда они ушли. Мне когда-то спросили на каком-то интервью, а какое вы последнее сообщение получили на телефон? Я сказал, от Сбербанка получил. Это сообщение, что со счета ушло столько-то. И такие сообщения мне приходят. Заначка. Я, ну, как-то недавно купил такую копилку. Копилка такая, в виде собачки какая у меня дома там. И думаю, ну, наверное, давай я начну туда ложить деньги. Давай, наверное, начну я ложить. Пару раз положил. Теперь думаю, как достать их оттуда? Обратно. Прохожу, думаю, там все-таки деньги лежат. Ну, смотря на эту собаку, иногда прохожу и думаю, я доберусь до тебя. Пока живи. Как выйти из конфликтной ситуации? Развернулся и как? Побежал. Во-первых, лучше в конфликтной ситуации постараться избегать. И не создавать. Потому что с разными людьми мы сталкиваемся даже по поводу, если в нашей работе сказать, кто-то с любовью к тебе хочет подойти, кое-какие слова тебе может хорошие сказать. Бывают другие люди, которые сами не понимают, что происходит. Если есть какой-то конфликт, надо постараться, конечно, избежать. Если избежать не получается, надо бежать. Развернулся и беги. А потом разберем. Я стараюсь так, чтобы те, кто со мной общается, у них и тени, и мысли не было о конфликте. Надо так себе располагать людей, самому вести себя так. Хотя везде говорят, что пути Господни неисповедимы. Да, везде можно нарваться на неадекватных людей. Но надо быть всегда, так сказать, на стреме и чувствовать ситуацию. Вот так примерно. Таких советов четких давать очень сложно, потому что смотря какая конфликтная ситуация. У кого-то там шлагбаум не открыли, ему кажется, что это уже конфликт, понимаете? Я там что-то хотел конфликтовать, а смотрю, не с кем, со шлагбаумом. Как-то неудобно было. Поэтому конфликт конфликту рознь. Черты характера, от которых лучше избавиться. Вы знаете, я как считаю? Этими чертами характера каждого из нас наделил Бог. Наделил, значит, он считал нужным это сделать. Другое дело, как мы с этими чертами сами будем справляться и жить дальше. Например, что касается меня, например, я очень доверчивый человек. Вот это я считаю не очень своим хорошим качеством. Я привык доверять людям. И причем сразу. Мне кажется, я тоже такой психолог. Сейчас посмотрю и все пойму. Открываешь человеку душу, доверяешься ему, ну и все потом. А потом его нет, понимаете? И недоверия нет, я имею в виду, и человек куда-то исчез. Поэтому у меня, например, я слишком доверчивый. А все остальные качества, мои качества меня устроят. Таких событий, в принципе, если сейчас вспоминать, очень трудно вспомнить какой-то один. Ну, например, я вам одну маленькую историю могу рассказать. Однажды я был в Казахстане. И мы там с ребятами выступили. Все, и вечером, уже после ресторана, меня повезли туда на Медеу, в горы показать эти красоту. И мы поднялись. Время было позднее. Где-то уже 12 часов, пол первой ночи. Мы вышли на эту поляну. Их еще такой мороз был. То ли декабрь, то ли, не помню, какой-то зимний месяц. И случайно с кустов вышла лиса. И села рядом со мной. А ребята, которые местные, обалдели. Я повернулся, они думали, собака, а это лиса. Я ее покормил. Постояли минут 5-10 и уехали. Прошло почти год. Я пришел, приехал, опять, в Алмату. И сидя в том же ресторане, мы вспомнили эту историю. Тот был парень, который со мной в тот момент находился. И был некий третий, который слушал нас всю эту историю. И никак не верил. Говорит, я здесь живу, я здесь родился. И каждые 5 минут я здесь проезжаю, никаких лис не видел. Он не то, что лис и никаких собак даже не встречал. И дело пошло чуть ли не на спор. Мы подъехали на это же место, примерно в это же время. Не успел я выйти, и лиса вышла и опять села. Ну, представляешь, этот парень, который второй раз ее увидел, он вообще чуть-чуть в обморок не упал. Вот такие, вот это поворот, я считаю. Все мы, рождение у всех одинаково. Это в роддоме, у нас всех рожают мамочки. Какой мы след оставим в этой жизни после себя, вот это другой вопрос. Я прошу прощения, люди уходят из этой жизни некоторых, помню, 9 дней, некоторых 40, некоторых год и все. И даже редко кто вспоминает. Так что надо сделать? Надо оставить свой след какой-то, чтобы тебя вспоминали очень долго и хорошо. Я очень надеюсь, что после меня мои песни будут обо мне напоминать, например. Надо главное оставить после себя хороший след. И самое главное оставить хороших детей для нашей страны, для человечества. Не каких-то супер богатых вундеркиндов. Простых, нормальных. Детей воспитать с любовью к старшим, с уважением к женщинам, с любовью к своей стране. Чтобы они были полезны, а не просто какими-то вредителями, которые раздражают соседей и окружающих. Вот мне кажется, это самое важное. Кто мы сегодня такие, это заслуга наших родителей. Это они нас сделали такими. А мы, кажется, думаем, что это все. Нет, кто мы такие, покажут наши дети. Вот, например, у нас на Кавказе, где я рос, что-то хорошее сделаешь. Тебе подзывали, и был один вопрос. Ты чей сын? Что-то плохое сделаешь? Тот же самый вопрос. Ты чей сын? Вы же помните, чьих будешь, короче, вот из этой серии. И вот это о чем говорит. Главное, не кто ты, а ты чьих будешь. И вот так жизнь у нас и продолжается. Анекдот от звезды. У одного богатого мужчины была единственная дочь. Этот олигарх так любил свою дочь, лелеял и ждал, что когда-то придет день, она выйдет замуж, он сыграет великолепную свадьбу. И в один день он сидит дома за шикарным столом, у него рюмка, у него там закоска, он сидит такой счастливый и забегает дочь и говорит, папа, папочка, я замуж хочу выйти. Он говорит, какое счастье, дочь. Ну, кто этот избранник, кто этот парень? Она говорит, папа, он певец. У него прям вилка и выпала из руки. Папа говорит, слушай, дочь, в нашей семье не было никаких певцов, никаких музыкантов, барабанчиков. Я прошу тебя, найди достойного мужчину. И я тебе такую свадьбу сыграю. И все будешь довольны. Она в слезы и говорит, папа, мы любим друг друга и жить даже не можем друг без друга. Папа бросил окончательно вилку и говорит, так, доченька, пускай кочегаром будет, пускай таксистом будет, никаких музыкантов, никаких певцов в нашей семье. И в это время она достоит билет и говорит, папа, вот билет на концерт. Сходи, пожалуйста, сегодня на концерт, потом примешь решение. Ну и он взял билет, говорит, все, доченька, после концерта встречаемся. Вернулся с концерта, выпивает, закусывает, забегает. Дочь говорит, папа, папа, ну ты видел его, видел? Он говорит, видел. За него выходи. Он не певец. Где найти свою любовь? На эту тему я вот размышлял. И, кстати, завтра выходит одна из моих песен, которая начинается так. История любви у каждого своя. А счастье, как рулетка, как игра. Бывает, повезет, любовь свою найдет. Кто ночью повстречает, а кто с утра. Поэтому никто не знает, где его любовь, где он с ней пересечется. Может быть, в лифте, может быть, я не знаю, может быть, в интернете, может быть, где угодно. Это может произойти, поэтому надо быть готовым. Те, кто не нашел, она обязательно вас найдет сама. Не ходите, не ищите, не ходите, не просите. Помните, все принесут и отдадут вам сами. Поэтому ждите, верьте в это чудо. Жить без любви вообще невозможно в этом мире. Любовь для меня – это одна из самых больших благодетелей, который нас отдарил Всевышний. Любовь, она очень многогранна. Любовь к маме, любовь к папе, к погоде, природе, к семье, ко всему окружающему тебя. Конечно, к любимой женщине или женщине, к ее любимому мужчине. Это на чем держится вся наша жизнь. Поэтому любите друг друга и будьте любимы. Всем женщинам любви желаю непридуманной, а самой настоящей, той, о которой они сами мечтают и какую они сами себе представляют. Мужчинам, кстати, тоже. Эксклюзив на радио «Твоя волна».